На первый взгляд это всего лишь насекомое, но если заглянуть ближе, перед нами откроется уникальное существо. Сегодня мы погрузимся в тайную жизнь стрекозы, создание древней динозавров, но все еще летающего рядом с нами. Путь стрекозы начинается в воде. Личинка стрекозы, ее еще называют нимфа, проводит в воде от нескольких месяцев до нескольких лет, в зависимости от вида. У мелких видов развитие может занимать 3-6 месяцев, у средних стрекоз личиночная стадия длится 1-2 года, у крупных видов развитие может продолжаться до 4-5 лет. То есть именно водная стадия – самая длинная часть жизни стрекозы. Она дышит под водой, охотится на мелких существ и ждет своего часа. И вот наступает момент, когда природа словно нажимает на кнопку «пуск». На наших глазах личинка сбрасывает прошлое и обретает крылья. Этот процесс занимает считанные часы, но превращение – поистине чудо. Стрекоза – один из лучших летчиков в мире. У стрекоз две пары крыльев, и каждый из них может двигаться отдельно. Это позволяет насекомому выполнять невероятные воздушные маневры. Она легко двигается назад, вверх ногами и неподвижно зависает в воздухе, словно крошечный вертолет. Это умение делает ее практически неуловимой. В ее полете скрытая смертельная точность. Стрекоза – гроза насекомых. Ее зрение уникально. У стрекоз огромные фасеточные глаза, которые занимают почти всю голову. Благодаря этому они видят вокруг себя практически на 360 градусов. Такая способность позволяет замечать добычу и хищников со всех сторон. Обнаружив цель, стрекоза рассчитывает ее траекторию движения и выбирает оптимальный маршрут перехвата. Все это происходит за доли секунды. Ученые отмечают, что стрекозы не просто летят за добычей, а просчитывают будущее, двигаясь навстречу ее следующему положению. Чаще всего стрекоза нападает на лету. Она стремительно бросается на жертву и хватает ее своими мощными лапками, которые образуют своеобразную корзину. Попав туда, добыча уже не имеет шансов на спасение. Самое удивительное – это эффективность. В среднем стрекоза успешно ловит добычу в 90-95% случаев. Для сравнения, у акул показатель успешной охоты около 50%, а у львов не более 25-30%. Это делает стрекоз одним из самых результативных охотников в природе. Некоторые виды стрекоз способны разгоняться до 50 км в час, что делает их одним из самых быстрых насекомых на планете. Кроме того, они выносливы и могут мигрировать на огромные расстояния. Известны случаи, когда стрекозы преодолевали тысячи километров, совершая перелеты через океаны и континенты. Во взрослой летающей стадии стрекоза живет недолго. Чаще всего несколько недель. За это время она успевает наразмножиться, отложить яйца, после чего ее организм постепенно истощается. С возрастом стрекоза теряет скорость и координацию. Крылья становятся поврежденными и ломкими. Сила уходит, и она погибает естественным образом. Чаще всего в спокойном состоянии на траве или у воды. Но большинство стрекоз не доживают до естественной смерти. На них охотятся птицы, крупные лягушки, рыбы, пауки и даже другие стрекозы. Уникальный полет стрекоз давно изучают ученые и инженеры. Их крылья и способность к маневрам вдохновляют у разработчиков дронов и новых летательных аппаратов. Природа создала идеальную аэродинамическую модель, до которой человеку еще только стоит дотянуться. В Китае, чтобы освободить место, сдвигают целые жилые комплексы. Во Франции обрушился огромный кусок скалы. А этого слона научили маленькой шалости. Все это и многое другое в моем телеграм-канале «Смиру по факту». Переходи и подписывайся, там много интересного. Продолжение следует...